В Уральске, расположенном на берегах трех рек, работа по предотвращению паводка начинается уже зимой. С улицы и дворов снег всю зиму вывозят за город на специальные полигоны. В новогодние праздники его в городе выпало особенно много, поэтому сейчас коммунальные службы работают в усиленном режиме. Как показывает практика, если снег не убирать вовремя, весной талые воды затапливают пригородные поселки Саратау, Жулдус, Диркул. Под угрозой подтопления и частный сектор города. В эти праздники снега выпало много и хозяевам домов пришлось изрядно потрудиться. Для аграрии год будет хороший, это радует. А хозяева дворов не должны дожидаться, когда придут коммунальщики. Каждый сам должен очистить от снега свою территорию. Для работников дорожно-эксплуатационного предприятия праздничные дни выдались хлопотные. Если с начала зимы из города вывезли свыше 9 тысяч кубов снега, то половина этого объема только с 1 по 5 января. За последние несколько дней грузовики совершили свыше 500 рейсов. На сегодняшний день, как я сказал, выше у нас работают до 100 дней техники. Техника вся в исправном состоянии. То есть на 100% техника у нас готова. Ну и люди работают. То есть снег выпал у нас, получается, 31 декабря. С этого времени у нас люди не отдыхают, работают в полном режиме. У нас проблем насчет машины. На дороге оставляют. И не пропускают наших машин КамАЗа. В день у нас рейсов по 40, по 50, по 60 выходит. Если КамАЗа у нас много, у нас хорошо. Перекурфа сейчас не бывает у нас. На территории области сохраняется переменчивая погода. Осадки перемежаются оттепелями. Ночью морозит. Поэтому коммунальщикам приходится бороться и с гололедицей. Утогос Базарбаева, Руслан Газеза, Конат Махмутов, Уральск.